Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Пять лет лишения свободы условно. Такой приговор вынесен тимиртаускому стрелку. 24 августа прошлого года житель города стрелял по детям из пневматической винтовки. Через два года дышать тимиртаусом станет легче. Экологи, промышленники и власти приступили к реализации комплексного плана по оздоровлению экологической обстановки в Тимиртау. Свыше 200 юных актеров из разных уголков России и Казахстана удивляли зрелищными театральными постановками. В Караганде завершился международный детско-юношеский фестиваль-конкурс «Театр творчества талант». Обо всем более подробно. Пять лет лишения свободы условно. Такой приговор вынес тимиртауский городской суд в отношении жителя города, который в августе прошлого года стрелял в детей из пневматической винтовки. В результате преступления восьмилетний мальчик получил проникающее пулевое ранение грудной клетки. Это тот самый двор, где полгода назад случилось то, что не укладывается в головах большинства жителей области. Житель города Дмитрий Зимин стрелял под детям из пневматической винтовки. В результате проникающее пулевое ранение в грудь получил восьмилетний мальчик. Врачи обнаружили у него повреждение правого легкого. В ходе судебного разбирательства установлено, что в тот день Зимин находился в нетрезвом состоянии. Уголовное дело суд рассмотрел в согласительном производстве, поскольку между процессуальным прокурором и подсудимым в присутствии защитника и потерпевшего было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Этим и объясняется, почему Дмитрий Зимин не получил реальный срок заключения. Суд согласился с условиями процессуального соглашения, с квалификацией деяния подсудимого, а также в первую очередь учитывая мнение потерпевшей стороны, которая просила не лишать свободы подсудимого. Также суд учитывал личность самого подсудимого, отсутствие у него судимости и чистосердечное раскаяние. Кроме того, Зимин добровольно в ходе судебного разбирательства возместил материальный ущерб и моральный вред потерпевшим. В течение пяти лет Дмитрию Зимину запрещено покидать пределы города Тимиртау. Ему также запрещено посещать увеселительные заведения. В определенное время он обязан находиться дома. За всем этим будут следить специалисты службы пробации. Мирамгуль Салкимбаева, Жуслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Город металлургов Тимиртау является одним из самых загрязненных в Казахстане. За последние два десятилетия были разработаны и принято множество программ по улучшению экологии. Однако Тимиртау продолжает удерживать лидерство в списке городов Казахстана с наихудшей экологической обстановкой. Возможно ли кардинально изменить ситуацию? На этот вопрос искали ответ участники круглого стола, который прошел в городе Тимиртау под председательством Акима Карагандинской области Ирлана Кушанова. Экологическая обстановка в Тимиртау всегда была далекой до идеала. Но нынешней зимой горожане были не на шутку обеспокоены так называемым черным снегом. Специальная комиссия пришла к выводу, что причиной сильного загрязнения стала безветренная погода, выхлопы от автотранспорта и печное отопление. Независимые экологи с этим не согласились. Эта ситуация стала поводом для решительных действий, которые начали предпринимать областные власти. На сегодняшний день готов комплексный план мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в Тимиртау, рассчитанный на два года. Предусмотрена работа по восьми блокам, среди них такие как энергоэффективность, управление отходами, охрана водных ресурсов, озеленение. Но самым первым пунктом стоит снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В первую очередь это касается главных загрязнителей – крупные промышленные предприятия. Глава области Ерлан Кошанов отметил, что сегодня как никогда появилась реальная возможность улучшить экологическую ситуацию. Вы знаете, что среди пяти социальных инициатив главы государства есть строительство магистрального газопровода Сарарка. Для всех нас это прежде всего возможность кардинально улучшить экологическую обстановку в городе и в регионе. И сегодняшние технологии энергосбережения мы можем внедрить через государственное частное партнерство. Аналогичным образом можно внедрить новые методы переработки и утилизации отходов. И разумеется, будут усилены природоохранные меры самих промышленных предприятий, которые должны привести к снижению выбросов. Руководители предприятий представили свои экологические программы. Реализовывать их они будут за счет собственных средств. Больше всех намерена вложить компания «Арселор Миттал Тимиртау» – 6,5 миллиардов тенге. В настоящее время проводится большой проект модернизации аглопроизводства, одной из фаз которых является установка электрофильтров перед дымовой трубой за зоной спекания. За зоной охлаждения установлены рукавные фильтры. За зоной спекания будут установлены электрофильтры бельгийской фирмы «Хамон». Сейчас идет работа над этим проектом. За круглым столом также шла речь о модернизации экологического законодательства. Руководитель Республиканской ассоциации горнодобывающих и горнометаллургических предприятий Николай Родостовец заявил, что необходимо предусмотреть механизм целевого использования экологических платежей на природоохранные мероприятия самими природопользователями. Конечно, это непростой процесс, поэтапный. Но уже мы видим, что и в правительстве нас поддержал Базумбаев, чтобы мы внесли изменения в бюджетный кодекс. И чтобы по годам трансферты из республиканского бюджета компенсировали те поступления, которые вы имели от этих компаний. Я думаю, тогда источники средств реально позволят модернизировать всю систему экологии в регионе. Тогда действительно нам не надо будет наблюдать эти выбросы в таких объемах. Среди прочих мероприятий в плане значится перевод общественного транспорта города, таксопарков и коммунального автотранспорта на газовое топливо, проведение совместных проверок общественного транспорта, организация велосипедных дорожек. Для контроля над всеми мероприятиями экологи призывают активизироваться каждого жителя. Как будет осуществляться контроль, я считаю, что общественность должна подключаться. Поэтому мы сделали такое столь широкое освещение для того, чтобы СМИ каждый раз мониторили. Потому что нету такого волшебника, который приедет из Астаны и будет говорить, что я проконтролировал. Всегда найдутся какие-то люфты, через которые можно ускользнуть. Поэтому есть закон о доступе к информации. Вы должны смотреть бюджеты, вы должны отслеживать, смотреть площади. То есть основной ориентир – этот комплексный план. Поэтому, конечно, все горожане к этому тоже должны подключиться. Однако не все предложения экологов вошли в этот объемный комплексный план. По мнению руководителя Карагандинского областного экологического музея Дмитрия Калмыкова, разработчики не стали включать работу по определению вклада предприятий в формирование, так называемого «черного снега». Конечно, не бывает чудес, все не включено. Не включено очень много, чего мы хотели. Но в качестве первого шага для реализации этот план хорош. Пока там, к сожалению, нет кардинальных мер, которые за год, за два могут улучшить обстановку. Но в качестве первого шага пойдет. Стоит отметить, что столь подробный план по оздоровлению экологической обстановки в Темиртау разработан впервые. Подобная работа в Казахстане проводилась лишь в Астане. И, по словам представителей Ассоциации экологических организаций, есть вполне ощутимые результаты. Но индустриальный Темиртау – это не Астана. И здесь работы предстоит намного больше, заявляют экологи. Остается лишь выразить надежду, что все намеченные мероприятия принесут реальную пользу. И темиртаусцы смогут дышать чистым воздухом. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. С начала нынешнего года в Карагандинской области 9 человек погибло от отравления угарным газом. Последний случай произошел 27 марта. В Саране, в частном жилом доме, из-за неисправности печного отопления получили отравление угарным газом. И госпитализированы в больницу молодая женщина и двое детей. Пяти и тринадцати лет. Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям заявляют, что отопительный период для жителей частного сектора является наиболее опасным. А нарушение правил эксплуатации отопительных печей может привести к печальным последствиям. Таким, как отравление угарным газом. Частая причина утечки угарного газа – неправильная эксплуатация печи. 27 марта утром в городе Сарань в частном жилом доме из-за неисправности печного отопления получили отравление угарным газом. И были госпитализированы женщины 1987 года рождения и двое детей 2005 и 2013 годов рождения. Всего с начала года в Карагандинской области, получая из-за отравления угарным газом, без возникновения пожара, погибло 9 человек, травмировано 4. Чтобы предотвратить образование угарного газа, спасатели настоятельно рекомендуют не нарушать правила эксплуатации печного отопления, несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник. Плохая тяга могут легко стать причиной образования угарного газа в помещении. Перед началом использования печи необходимо проверить тягу в дымоходе, а также его целостность и отсутствие трещин. В помещении, где установлен автономный газовый котел, а также газовая плита, должно быть обеспечено проветривание. Гульнур Жакен, Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. К другим новостям. Карагандинские полицейские штрафовали нарушителя после публикации в социальных сетях. На страницу местной полицейской службы в соцсетях поступило обращение от пользователя по факту нарушения правил дорожного движения со стороны водителя автомашины Toyota Land Cruiser. Пользователь сообщил, что водитель неправильно припарковался. Пресс-служба местной полицейской службы сообщает, что водитель автомашины установлен. Это житель Караганды 1972 года рождения. Заведено административное производство за нарушение правил остановки. Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере 10-ти месячных расчетных показателей. Доступность и качество оказания государственных услуг. Именно так назывались партийные слушания, которые состоялись в областном филиале партии Нур-Утан. Депутаты Маслихата, руководители госучреждений и неправительственных организаций рассмотрели проблемные вопросы, а также выработали рекомендации в данном направлении. В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» проводится работа по внедрению так называемых проактивных услуг. По мнению разработчиков, эти услуги исключат возможность подачи заявлений на получение госуслуги на бумажном носителе. Иначе говоря, нет необходимости писать заявление, а данными можно обмениваться с помощью СМС-сообщений. Об этом специалисты рассказали в областном филиале партии Нур-Утан. Так, к примеру, 29 декабря 2016 года была реализована проактивная услуга по регистрации рождения ребенка. На территории Карагандинской области, начиная с этого периода, уже более 600 регистраций рождений было с помощью данного проактива реализовано. Также на портале электронного правительства у нас реализована возможность получения, через новый сервис, возможность получения справок третьим лицам. Кроме того, во всех отделах Центра обслуживания населения имеются мобильные группы, которые оказывают государственные услуги с выездом на дом. В прошлом году сотрудники ЦОН осуществили более 3000 выездов. Стоит отметить, что специалисты Департамента Центра обслуживания населения не случайно отчитываются перед партийцами. Качество предоставления государственных услуг – это тема на постоянном контроле как центрального аппарата партии, так и местных филиалов. Вы сами понимаете, насколько качественно, своевременно, полно население получает свои услуги, без бюрократизма, без волокиты. Настолько у населения и развивается доверие власти, авторитет власти. Нам предстоит большая работа с государственными органами. Самое главное должен быть результат от этой работы, а именно повышение эффективности, качества, доступности государственных услуг. На территории Каргандинской области в фронт-офисах функционирует 132 сектора самообслуживания. В прошлом году в них было оказано свыше 700 тысяч услуг. На общественных партийных слушаниях шла речь и о проблемах. Среди них упрощение процедур сбора и подачи документов, автоматизация большинства процессов по оказанию услуг, повышение уровня консультирования и многое другое. Эти проблемы уже были озвучены. Настало время отчитываться о проделанной работе, заявляют партийцы. Андрей Тенаман, Кужанов Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинской области успешно функционирует единый медицинский колл-центр. Сотрудники управления здравоохранения поведали нашей съемочной группе о том, как работает колл-центр и обрабатывают собращения людей. Единый медицинский колл-центр был открыт с целью установления обратной связи с населением. Ежедневно с 9.00 до 18.30 часов два специалиста управления здравоохранения принимают обращения жителей региона. Звонки поступают самые разные, но чаще всего люди выражают недовольство по поводу качества услуг, оказываемых в различных медицинских учреждениях. После обработки поступивших данных сотрудники управления здравоохранения принимают меры по предотвращению подобных случаев. Ежемесячно проводятся селекторные совещания со всеми подведомственными организациями, управлением здравоохранения, где проводится разбор всех обращений с принятием управленческих решений по недопустимости таких обращений в будущем. Стоит отметить, что создание колл-центра было продиктовано нуждами и желаниями самого населения. Каждый обратившийся в колл-центр может получить необходимую помощь консультативного характера или же заявить о случаях халатного отношения врачей. В управлении здравоохранения отмечают, ни одно обращение карагандинцев не остается без внимания. Специалисты управления стараются работать оперативно. Они обрабатывают поступившую информацию, ведут беседы с медицинскими сотрудниками и при необходимости посещают медицинские учреждения, в которых было зафиксировано большее количество жалоб. Со дня открытия колл-центра ни одно обращение не осталось без внимания. Мы делаем все, чтобы жалобы и предложения людей были рассмотрены и услышаны. Позвонив по номеру 955-559, жители области могут получить ответы на все интересующие их вопросы. Возникшие проблемы решаются незамедлительно. Если же по телефону люди не получили должной помощи и поддержки, они всегда могут обратиться напрямую к руководителю управления здравоохранения Карагандинской области Нурлубаеву Ержану Шакировичу, который ведет прием каждую среду. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. 26 апреля в Алматы пройдет седьмой республиканский конкурс по выразительному чтению Корана. Чтобы найти достойных представителей нашего региона, в мечети Анет-Баба состоялся областной отборочный тур. 15 участников состязались за возможность защищать честь Карагандинской области на республиканской арене. В преддверии священного месяца Рамазан ощущается острая нехватка в Кори, иными словами, чтецах Корана. По всему Казахстану школ, где обучают мастерству выразительного чтения святой книги, всего четыре. Эта цифра очень мала по сравнению с количеством мечетей, которых в стране около двух с половиной тысяч. В связи с этим в регионе проводится массовая работа по популяризации выразительного чтения Корана среди представителей молодого поколения. Все это делается для того, чтобы молодежь была близка к религии. Нами движет желание научить молодежь ценить и свято чтить Коран. Наша цель – увеличение числа Карий в Казахстане. В сегодняшнем состязании принимает участие 15 человек. Мы проводим такие состязания каждый год, как среди юношей, так и среди девушек. Согласно правилам состязания, участники должны прочитать наизусть 10, 20, 30 джуз Корана. Карагандинец Абдельмалих Майрамбай учился в Медресе в Кыргызстане. Подающий надежды Карий решил принять участие в отборочном туре, чтобы испытать свои силы. Для победителей республиканского состязания организаторы подготовили ценные призы. Так, обладатель первого места получит в подарок автомобиль. Также планируется разыграть сертификат на совершение хаджа. Отстаивать честь Карагандинской области в Алматы будут 4 участника. В их числе и Абдельмалих Майрамбай, который одержал победу в отборочном туре. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде завершился международный детский и юношеский фестиваль-конкурс «Театр творчества талант». На протяжении двух дней свыше 200 участников из разных уголков России и Казахстана удивляли жюри и зрителей зрелищными постановками. Радостные дети пускаются в пляс в рамках веселой игры. Именно так проходят минуты ожидания перед церемонией награждения. Совсем скоро самые талантливые участники конкурса поднимутся на сцену за заслуженной наградой. Их выступление оценивало строгое, но справедливое жюри, состоящее из тех людей, для которых театр является не просто сценой, а призванием жизни. Одна из них – Екатерина Максимова, художественный руководитель Санкт-Петербургского театра «ТОК». Она отмечает, что если к самым юным участникам относилась со снисхождением, то к студентам было требовательно и критично. Я бы отметила как раз в этом смысле маленьких. Вот их, да, их стоит отметить. Взрослые, конечно, к ним другие вообще критерии, другие требования, да, ко взрослым, к студентам уже, которые учатся в театральных вузах. А к малышам, конечно, которые героически это все выдержали и выстояли, и столько текстов выучили, к ним, конечно, совсем другие требования, но и надо их отметить, они вообще большие молодцы. Организаторами конкурса выступили творческий центр «Думана Акима» и школа искусств номер один. Лучших из лучших выбирали в двух номинациях – художественное слово и спектакль. Выбор судьям дался нелегко, ведь если в прошлом году в конкурсе принимали участие как профессиональные, так и любительские и творческие коллективы, то в нынешнем на сцене блистали лишь ученики и студенты художественных школ и университетов искусств. Дети у нас вообще в положении, да, у нас прописано, что могут участвовать и любительские, и профессиональные театральные коллективы. Но в этот раз у нас получилось так, что у нас в основном все профессиональные коллективы. То есть они занимаются в театральных отделениях при школе искусств, они занимаются в колледжах искусств, они учатся в университетах искусств. И также хочу отметить, что соорганизатором этого конкурса является школа искусств номер один города Караганды. Фестиваль-конкурс «Театр творчества «Талант»» проводится второй год подряд. В текущем году заметно расширился масштаб мероприятия. В конкурсе участвовали около 300 детей и юношей в возрасте от 6 до 25 лет, большинство из которых приехали из других регионов Казахстана и соседних стран. Зарубежных гостей приятно удивила организация конкурса и теплый прием карагандинского зрителя. Вообще, на самом деле, очень понравилось. Я был в шоке от того, какие нам условия предоставили жизни, потому что, когда говорят гостиницы, я всегда представляю такую лампочку, качающуюся между двумя кроватями. Это было просто шикарно. И причем, что в красивом здании мы выступаем. Следует отметить, что проведение конкурса поддержал фонд первого президента, выделив грант на поддержку творческих коллективов. Победители были награждены дипломами и денежными призами в размере 50 и 100 тысяч тенге. Жюри оценивали не только актерскую работу участников, но и оригинальности театральных костюмов, а также музыкальное сопровождение спектаклей. Отметим, что в рамках фестиваля для участников были организованы мастер-классы ведущих деятелей театрального искусства. Тоже Анлянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саугустер. Редактор субтитров А.Семкин